приветствую вас мощные бизоны в этом видео мы посмотрим настоящий подвиг константина глухова который он сотворил в 2010 году но сначала я скажу пару слов про костю для тех кто слышит это имя впервые только по мм и глухов провел более 50 боев из которых 26 раз отправлял соперника в нокаут но начинал костя свою карьеру не с борьбы а сударки он является чемпионом мира и европы по кикбоксингу чемпионом мира по кик джитсу а также победителем международных профи турниров по кайван и даже боксу глухов является именно тем воином о котором вальхалле слагают легенды а все любители единоборств вспоминают как славный холдскульных рубак костя мог проводить бои каждую неделю принимая участие в различных турнирах и всегда принимал вызов от любых бойцов ну а в этом видео мы посмотрим его выступление на турнире ультимат кейдж fighters чемпионшип который прошел в 2010 году в австрии где 16 тяжеловесом дрались за 20000 евро при этом сам турнир проходил за один вечер то есть победителю пришлось драться 4 боя ну а теперь перейдем к самому турниру в первом поединке глухову пришлось сражаться с немцем крисом малы вес которого доходил до 140 килограмм а вы сами понимаете какую мощь может нести такая масса а его прозвище зверь внушало еще больше страха но отличный левый хайкик от кости в начале боя вогнал в страх криса правда добить лежачего зверя кости не удалось но это не спасло мало я а лишь отсрочила его нокаут от такого простого но такого эффективного левого крюка в следующем этапе константин встретился с григорашом бобя нам который также является представителем ударки мало того он также считался топовым нокаутером но и это еще не все год назад глухов уже встречался с григорашом на этом же турнире а их поединок вошел в историю эти монстры дрались 78 минут просто организаторы после окончания основного времени дали дополнительное которое не стали останавливать в том марафоне победил костя но сегодня бойцов ожидал новый бой и а старом стоило забыть хотя о нем наверняка помнил соперник и жаждал мести костя сразу захватил инициативу и расстреливал оппонента одиночными жесткими ударами ног периодически проверяя на прочность печень но и григораш не особо застаивался и огрызался в том числе вертушками в этом бою было много позиционной борьбы и жестких ударов но никто не спешил бросаться на соперника с многоударными сериями ведь вы должны понимать что подсознательно бойцы пытались оставить силы на следующий бой хотя конечно для начала нужно победить в этом неожиданный проход в ноги от григораша обернулся для него же бедой но костя не борец поэтому отвесив пару лящей сразу вернулся в стойку и все-таки проверка печени дала свой результат и досрочную победу для которой не потребовалось даже добивать оппонента хотя костя и не спешил этого делать что не говорите а раньше несмотря на более жесткие правила у бойцов было гораздо больше уважения к соперникам чем сейчас добравшись до полуфинала глухова ждал сербский монстр мя драгар петкович у которого за плечами 47 профи боев костя также уже встречался с этим тигром и проиграл получив травму поэтому в этом бою он хотел мести и доказать что прошлый бой был случайностью глухо в своей манере захватил инициативу но петкович не особо хотел драться с нокаутером поэтому периодически делал проходы в ноги и особого успеха не имел и и и После первого раунда Петкович отказался продолжать бой из-за разбитого носа и сечек, что принесло Косте досрочную победу техническим нокаутом. В финале Глухова ждало серьезное испытание в виде непобедимого болгарина Радослава Радьева. Кстати, предыдущие три боя до финала Радьев также выиграл досрочно, но в боксерской манере, отправив всех в нокаут кулаками. С первых секунд бойцы начали боксировать, но на удивление всем Радослав перевел Костю в партер, где пытался добить, потом не умело задушить, а потом Глухов просто встал и бойцы вернулись в стойку, в которой снова начался позиционный бокс. А затем Константин выбросил малниеносный жесткий левый хайкик. Которому позавидовал бы сам Крокоп, сразу же отправив в нокаут непобедимого до этого боя болгарина. Таким образом одержав четыре досрочных победы за один вечер и забрав себе пояс турнира. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и ставьте лайк, жмите колокольчик и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok